всем привет дорогие подписчики зрители канала с вами локи и мы продолжаем карьеру за челси fk24 у нас идет второй сезон и борьба начинает набирать свои обороты в прошлой серии мы крупно уступили арсеналу что позволило им приблизиться к нам и сократить отставание до двух очков как мы видим у нас в этом сезоне в пятерке пока что после 11 туров манчестер юнайтед вест хэм юнайтед и астон вилла где же там ребята манчестер сити а сити только лишь девятые ливерпуль седьмой дальше мы видим тоттенхэм на 13 месте ну а заканчивает нашу турнирную таблицу борнмут фулхэм и норвич сити и казалось бы манчестер сити стали обладателями лиги чемпионов они выиграли суперкубок эрлинг холланд стал лучшим игроком года получил золотой мяч ну а сейчас они идут всего лишь девятыми в чемпионате не вот так бывает ребята в игре до в жизни может быть сити всегда где-то на вершине как минимум хотя бы в тройке в пятерке ну а здесь они за бортом пятого места и как мы видим есть другие клубы в нашей карьере которые могут дать бой и борется за призовые места у нас сегодня два матча в чемпионате игра против кристал пелос начинает серию ну а также сегодня нас ждет игра с дортунской баруси в лиге чемпионов где будет решаться если мы сегодня выигрываем то уже сто процентов выходим из группы именно из группы лиги чемпионов и продолжаем участие в этом турнире давайте тогда потихонечку будем начинать посмотрим на состав кристал пелос вот так вот ребята он выглядит лукман нас три атаки играют они в бей беги ну и давайте тогда начинать посмотрим на наш состав он выглядит следующим образом здесь осемен нас три атаки есть конечно подуставшие ребята есть не особо довольные но я надеюсь что сегодня нам хватит сил и мы сможем забрать три очка в матче против кристал пелос вы усадьтесь поудобнее наливайте себе чаек берите печеньки вкусняшки прижимайте лайк подписывайтесь на канал ну а также не забывайте заглядывать наш телеграм там вы всегда будете в курсе выхода новых серий анонсов уведомлений участвовать будете в голосованиях по различным карьеркам в общем все будет под рукой там же в закрепленном комментарии ссылка на мой второй канал с прохождением его название фандом лига и сейчас мы проходим там второго человека паука эксклюзив для playstation 5 всем буду рад ну а мы отправляемся на первую игру я думаю ребята сегодня наша команда должна показать себя гораздо лучше чем в прошлой серии но там я скажу так как будто искусственный интеллект нас подслушивал и по итогу нас наказал арсенал мы его недооценили ну а после ничья с марселем и борьба в группе чемпионы лиги чемпионов тоже потихонечку накаляется там еще два тура центра поля эту встречу начинают футболисты кристалл пэлос поехали асьмен скорость набирает рядом энцу фернандес тот бьет сразу в одно касание и заставляет уже попотеть галкипера кристалл пэлос вот так вот начинается эта встреча классно кайседа нкунку энцу фернандес разгонять час атаку пас на мудрика шикарно получилось мудрик но ребят такие он как семечки щелкает забивает это было им уверенно спокойно вот так вот пятерик отбивает мудрик ближайшим болельщикам у рекламного баннера ну и здесь здорово все разыграно аккуратно одно касание мудрик также аккуратно катит под дальнюю штангу это 1 0 это 12 минута это четвертый гол мудрика в 11 играх так же как и в первом сезоне потихонечку помаленечку он забивает здорово энцу фернандес передача на мудрика а тот видит забегание смена асьмен просто молниеносно начинает лететь на мяч снова мудрик скидка в центр мудрик пытался сделать черпачок не прошло а это чиллвелл его дальний удар но мяч достается легко голкиперу а вот здесь немножко ошиблись и чиллвелл вынужден фалить и это желтая карточка штрафной удар до ворот приличная дистанция это подача мы справились с ней юстон по основу дряка а вот теперь ждем ждем кому бы сделать передачу и тут а в сайт энцу фернандес здорово набирает скорость передача в центр асьмен убьют по ноге он теряет мяч но все было в рамках правил и тут же асьмен начинает какой-то агрессивный прессинг устраивать нкунку не особо задействован и хорошая подача ну же асьмен он проталкивал мяч аккуратно в дальний угол но к сожалению голкипер с этим ударом справился но сегодня мы стараемся прямо в центре поля накрывать соперника вот эти вот все их дальние набросы нашей штрафной мы пока успешно ликвидируем но и остается не так много времени хорошая передача нкунку можно сразу играть на смена асьмен не смог здесь прокинуть мяч у нас ребят пока 1-0 единственный гол на счету мудрика не скажу что кристал пелос создали какую-то огромную опасность у наших ворот но ищут ищут моменты кайседа нкунку как здорово разыграно ребята как же кайседа классно здесь подарил мяч нкунку между двух защитников и нкунку разобрался в эпизоде тоже очень здорово и у нас 2-0 ну и очень классно получилось между дух вот так катнуть никакого офсайда и нкунку разбирается в эпизоде тоже довольно убедительно это 2-0 51 минута ну хотя бы с кристал пелос мы пока можем своим составом разобраться без проблем здесь нарушение праве замена в составе кристал пелос у нас также ребята появляется на поле и мухоко вместо мудрика попробуем задействовать его вместе со семена правда немножко на фланге но я думаю это проблем не доставит нам удар по воротам есть это мухоко как раз таки пробивал но с ударом справились все заблокировано юсто заброс за спину получил мяч а семена что там было арбитр считает что пенальти но мы довели атаку до взятия ворота семен переиграл голкипера ричардс видимо сыграл рукой да но там опустился мяч но мы продолжили атаку арбитр все-таки посчитал что нужно вместо забитого гола исполнять пенальти и нкунку который хотел пробить покидает поле а кто будет у нас бить палмер который вышел давайте попробуем дать ему ударить для уверенности так скажем сможет ли он забить палмер разбег удар мяч в сетке вот так вот палмер вышел и сразу же забил может быть это сейчас ему придаст как раз уверенности который мы иногда не хватает обычно гол помогает футболиста я раскрыться нам предлагать чуку и меку ну давайте сейчас немножко я поменяю там схему или просто футболистов по расстановке у нас чуку и меку ушел играть налево нам ухо ушел в центр ну и палмер справа и кстати говоря чуку и меку даже на левом форварде на левом полу защитники не минусует у палмера первый гол в четырех играх палмер сразу же посмотрите как здорово вступает в отбор набирает скорость сейчас по флангу ждет забегание мухоко черпачок за спину мухоко почти получилось хотел я перекинуть одним движением соперника но не вышло к сожалению по передачам кстати говоря кристалл пелеста не так далеко от нас ушли подача им удар мяч летит выше еще один момент и мяч ныряет рядом со штангой но не сказать что у кристалл пелосу в последние минуты моментов нет дают наши защитники хотя бы что-то создать главный арбитр добавил три минуты они ребята уже почти истекли кристалл пелос здесь центре поле что-то разыгрывает внутри 0 довольно уверенная победа и вот это отражение наверное сегодняшней игры кристалл пелос которая не особо у них получилось где-то не хватило точности ну а мы забираем три очка и продолжаем пока лидировать в турнирной таблице как нам сообщают мартинелли возвращается в строй это очень хорошо сейчас матчей будет довольно много поэтому нам нужны все наши основные футболисты ну а также как мы видим он сам просится уже команду но мы подумаем тут же мудрик говорит я знаю что мартинелли восстановился но надеюсь что я достаточно сделал чтобы сохранить место в составе это важный момент для моей карьеры но мы посмотрим сейчас у нас просто сейчас игра с эвертоном а через два дня на 3 уже игра с дортмундской баруси поэтому сейчас нам нужно настроить составчик нужно посмотреть кто выйдет на давайте мудрик выйдет с первых минут укурель и галлахер как-то уж очень устали так давайте посмотрим что еще давайте шлота бег сейчас выйдет вместо колвела гюстон пускай пока остается энце фернандес лави так мы можем взять мадуэки давайте возьмем также мартинелли с собой ну и в принципе наверное все ну и санчес пускай сегодня выходит тоже ему нужно немножко поиграть немножко так скажем освоить потому что я замечаю что недовольные рожицы очень часто начали появляться а как раз таки это зачастую тоже сказывается на сыгранности нашей команды на том как вообще ведут себя игроки на поле вот состав эвертона у них как мы видим есть футболист красной карточкой из последних пяти игр два поражения две ничьи одна победа ну и я думаю что у нас по идее не должно возникнуть проблем мы играем дома наш стартовый состав на ваших экранах и ребята поехали нам показывают а смена он идет под трибунном помещении в тот момент когда команды приехали на стадион ну и ребят мы начинаем эта игра домашняя игра против эвертона не будем надеяться что сейчас мы сможем выиграть юста чья забегает хорошая передача гюстон попытку удара шведкой заблокировали я здесь уже на вынос играют гости им ну может быть немножко дрогнули а вот здесь классно смен обхитрил соперника смен набирает скорость бьет в дальние вот и пушечка смена это ребята один ноль седьмая минута мне очень нравится как этот парень цепляется за мечи вот они знаете смогу абсолютно разные но при этом каждый крут по-своему мукоко очень такой шустрый очень быстро уходящий а семьян взрывной хоть и крупный но при этом довольно подвижный парень это 10 гол в 11 играх вот так вот в этом сезоне он тоже раскрывается нужно будет кстати говоря посмотреть бомбардирскую гонку как там обстоят делаем но здесь передача немножко не получилось и теперь уже соперник шел в атаку нашло табиакитомори казалось бы без нарушения встретили соперника но не тут то было и вот опять мне очень нравится что не показывают нам где находится ворота но с таким ударом без разницы где они находятся это у нас ребята не американский футбол смен смог продавить соперника подачи на нкунку и пенальти но здесь эвертон просто привозит в мяч сами свои ворота во первых борьба семьяна там защитник просто выключился ну а здесь бессмысленно мне кажется отрицать что здесь был пенальти когда мяч перекрывают рукой но найдутся ребята в комментариях которые скажут что это было плечо нкунку давайте попробуем по центру ударить ну немножко свалился направо у нас мяч и тем не менее это 2-0 это 17 минута потихонечку наша команда начинает возвращать уверенность но и все-таки мы играем опять сегодня не против самых сильных команд а пл не те команды которые могут нам составить какую-то конкуренцию по составу и вот кто говорит что нереалистично выиграть чемпионат например без побед хотя у нас уже есть поражение но даже в жизни были клубы например тот же арсенал который провел целый сезон без поражения в чемпионате поэтому говорит что это нереалистично в игре ну игра для того и существует чтобы делать то чего в жизни может никогда не быть еще один удар у хэнсо фернандес если его поточнее мяч полетел я думаю это был бы гол там уже пикфорд был отыгран новый атака эвертона левым флангом идут вперед но здесь тамори и теперь главное без привозов сыграть давайте вот так аккуратно через пас выйдем из-под прессинга нкунку ждет забегание гюсто а гюсто ждет забегание уже ребята смена пас центр кайседа можно сыграть налево это чилуэлл и подача сразу же резаная на дальнюю штангу асьмен не добирается до мяча у нас начинаются вторые 45 минут нкунку и асьмен авторы голов первом тайме мы пока впереди 2-0 ну и в принципе довольно такая пока уверенная победа атака эвертона на широком шаге залетает штрафную тамори и скидка в центр это гол вот здесь пытались пытались мы накрыть передачу но бели али все же получил мяч и расстрелял ворота санчеза здесь смотрите микродвижение убрали подкатит а море ну а дальше передача в центр и эвертон забивает и у них начинаются замены передача на чилуэл а чилуэл штрафную залетел пробил в ближней но точности не хватило асьмен передача на нкунку тот штрафной нкунку убрал защитника а вратарь спасает вот здесь было красиво сделано все жаль не получилось забить в дальний а палмер говорит сейчас наверное почти на я бы в этом эпизоде забил в дальний но не факт не факт палмер мудрик надо забивать надо забивать мудрик но вот здесь поплатились футболист эвертона за свою ошибку мудрика сегодня уже были такие микро моменты когда он продавливал игрока эвертона но где-то спасал пикфорд а здесь уже спасти никто не сумел и мудрик не побоявшись взял игру на себя и бахнул дальний ну вот теперь можно после его гола и мартинелли выпустить чтобы он тоже немножко форму поднабрал это 3-1 нам становится поспокойней мы вновь забиваем 3 у нас тройная замена выходит мухоко выходит мадуэкки и также выходит фофана вместо чилуэл а вместо асьмена и вместо нкунку пошла подача санчес молодцом побыстрее к центру это мухоко успевает протолкнуть мяч и фофана вот они троечка свежих игроков фофана набрасывает центр мухоко ребята красавчик мухоко просто красавчик вышел и сразу забил это 4-1 и вот как раз эта тройка я вообще накидывал на мадуэкки чтобы он тоже поучаствовал в атаке но уж как получилось и мухоко говорит ребят поставьте лайк наша команда сейчас как минимум этого точно заслуживает ну и здесь мухоко в противоход голкиперы ловит и вся атака получилась на загляденье санчес быстро ввел мяч мухоко и фофана разыграли атаку ну а пикфорд в очередной раз спасти никак не сумел и снова здорово кайседа ушел от подката рядом есть кому сделал передачу это мартинелли удар его шведкой просто безумный гол просто безумный гол после возвращения мартинелли как он исполнил посмотрите правой ногой шведой в дальний угол это просто бомбический гол просто бомбический гол и вот что значит вышли свежие игроки просто эвертон не может похвастаться такими заменами они начинают терять мяч раз за разом пошел в центр мартинелли его никто не встречает удар мартинелли и пикфорд отражает 51 по итогу наши замены просто добили эвертон которые смогли сегодня забить только один гол мне понравилось как включились футболисты которые вышли на замену особенно мухоко фофана мартинелли мухоко и мартинелли забили по голову ну и поздравляем мартинелли после месяца перерыва он выходит и сразу забивает ну а ливерпуль у эстера выиграл 5-1 кандидаты на звание игрока месяца и здесь ребята есть мудрик и осемен из нашего клуба а также фодан из манчестер сити и макаллистер из ливерпуля ну а вот ребята и матч лиги чемпионов против дортмундской боруссии у них 6 очков у нас 10 и пока до конца не ясно а по итогу выйдет из группы дальше по пути лиги чемпионов то уйдет в лигу европы а кто останется за бортом за бортом скорее всего зальцбург останется у них то ноль очков если правда дортмунд тоже два раза уступит а зальцбург два раза выиграет то все возможно но им еще играть с нами а там победа вряд ли будет но не будем слишком сильно загадывать давайте посмотрим на стартовые составы посмотрим на состав дортмундской боруссии вот так вот он выглядит два поражения две победы они играют в контрпрессинг ну а у нас сегодня тоже есть изменения сегодня нету энцу фернандеса ребята он подустал да и как вы видите другие футболисты тоже многие чуть-чуть подустали сегодня кепа очень сильно настаивал на том чтобы его выпустили стартовом составе надеюсь он не испортит погоды ну и поехали но и сегодня после двух игр чемпионата возвращается на поле джеймс он тоже восстанавливал силы и к этому матчу вроде как готов у нас уже идет такая рождественская погода снежок будем надеяться что сегодня это нам не помешает но из центра поля встречу начинают футболисты дортмунда поехали пытается пытается просочиться и получилось нкунку по флангу передача дальше этому коко можно катить центр галлахер забить 1-0 быстрый 1-0 и галлахер выводит челси вперед пацанчики на районе можно так назвать это празднование кайседа мудрик мукоко и автор забитого гола галлахер очень быстрая атака и мукоко здесь в роли ассистента ну и галлахеру осталось только поразить ворота он аккуратно катнул кобель спасти команду не сумел четвертая минута первый гол в первом матче галлахера в этой лиге чемпиона но этот парень не раз забивал у нас может быть не так много но конечно тяжело бороться с энсо фернандесом стартовом составе да и кайседа я скажу вам так очень серьезно прибавил забросик на джеймса догонит джеймс вступает борьбу и выигрывает ее джеймс одна передача вторая мяч сохранили нкунку рикошет причем что двойной какой-то галлахер и вот отсюда с левой в дальний кобель тащит мукоко нет ребята это нкунку 27 минута он показывает счет то 2-0 и все критики которые не верят в челси он их не слышит кайседа вот о чем я вам говорил этот парень тоже очень мощно в центре действует очень часто по ходу обоих сезонов он перехватывает мячину и здесь он кунку шикарно одним касанием вот так вот забраснула знаете как будто кобель не до конца выпрямил руку и вот фифе частенько такое замечаем может быть конечно по анимациям это выглядит только так со стороны но очень часто голы как мои ворота так и ворота соперников кажется как будто вратарь просто поджимает у руки то ноги и играет не до конца знаете ребят я вам так скажу чтобы побеждать фифе нужно каждому матчу просто относиться как финалу играть его на полной концентрации а если вы горите у вас что-то не получается ну тогда нужно учиться контролировать себя это многие удивляются как я так играю спокойно не горю но потому что горение у вас ничего не изменится а вот когда вы не горите играйте спокойно контролируете игру по крайней мере старайтесь туда же на последних минутах матча иногда можно отыграться и вывести команду в допы пока у нас 2-0 пока довольно комфортно мы себя чувствуем ну и здесь в лиге чемпионов я скажу так в лиге чемпионов не обязательно выигрывать все матчи подряд главное это выйти из группы в двухматчевых противостояниях важно просто по забитым голом так скажем пройти дальше хайседа мухоко разгонять час атаку далеко далеко мухоко отпустил мяч и вот это из-за погоды вот сейчас мяч так скакнул именно из-за того что на футбольном поле у нас там снег лед вода непонятно что дортмундская баруси подходит к нашим воротам фафана у одного мяч выбил а дальше не получилось и за это мы воплотились мудрик подустал выходит мартинелли сабица один гол отыгрывает дортмунд находит свой момент и здесь сабица решил не делиться с партнером мячом взял игру на себя и и очень здорово пробил в дальний угол нам показывают что следующая встреча у нас против west ham united они то сейчас пятерки чемпионата да что происходит почему мяч начал отскакивать штанга просто какой-то безумный момент игра начинает час подтапливать у нас также выходят еще и на семья чеку и мека вместо кукурелье и вместо мукоко подача им удар и еще один угловой нашло табек зачем ты тронул мяч он же спокойненько уходил за пределы поля подача смен выбили им не хватает конечно в центре лензу фернандеса галахер удар и 2 2 вот так вот дортмунд не сдается они сравнивают счет за 8 минут до конца и здесь мне на секунду показалось что фуфана и блокирует этот мяч а он отошел в сторонку передача в центр удар кепа вытаскивает кепа вытаскивает просто безумнейший удар смотрим сейчас сколько добавит главный арбитр подача кепа шлота бэк и передача на мартинелли давай мартинелли ты свеженький мартинелли залетает штрафную мартинелли удар он вернулся чтобы приносить победы ребята замены дортмунда сыграли но и наши замены сегодня оказались тоже весьма полезны здорово мы разыграли в центре не двоечку пустили в прорыв мартинелли но и он здесь по такой погоде разбирается очень здорово не сильно но под вратаря запускает дальний угол и скользкий холодный мокрый мяч ныряет под рукой кобеля и а мартинелли приносит три очка нашей команде а я говорил что вот именно холодная голова и холодный расчет помогают вот делать такие штуки ну и все казалось бы пропустили 2 и все уже можно было закончено мы додавили мы нашли свой момент и вырвали три очка а это значит что мы уже сто процентов выходим из группы в следующий раунд лиги чемпионов я надеюсь выпуск вам понравился поддержите его лайком пишите комментарии подписывайтесь на канал ну а с вами был лайки всем спасибо всем пока а